Время это самое дорогое, чем мы обладаем, поэтому стоит использовать его максимально эффективно и по назначению. Не стоит откладывать, не стоит затягивать. Мы начинаем прохождение кампании за злую фракцию Изенгард в модификации Судьба Средиземья, которая, как я напомню, устанавливается на третью эпоху Total War версии 3.2, которая, в свою очередь, устанавливается на Mad Evil 2 Total War Kingdoms. О том, где скачать и как установить данную модификацию, есть гайд, ссылку на который я размещу под данным видео. Мы выбираем кампанию. Кампания эта будет долгая. Цель этой кампании за Изенгард захватить 45 областей, в том числе Нан Курунир, Хельмава Пать, Королевская земля, Пригорье, Шир, пережить гибель такой державы, как Рохан. Это наши основные враги будут в данной кампании. Но под моим командованием Саруман возжелает власти над всем Средиземьем и падение своего главного конкурента в этом вопросе, темного властелина Саурона. Сложность, которую я для себя выбираю, это высокая сложность кампании и такая же сложность битв, максимальная. Что ж, среди преимущества Изенгарда является наличие тяжелых рукаев и ужасающих варгов, но недостаток хорошей кавалерии. Очень мощны в нападении и сильны в защите пехотинца Изенгарда, но отсутствие кавалерии делает Изенгард уязвимым, по-своему уязвимым. Надеюсь, компенсировать отсутствие кавалерии присутствием тактики, правильной тактики. Изенгард – это мощная твердыня, построенная Нуменорцами после падения Нуменора из-за звавшаяся Ангреност – Железная крепость. Укрепления Изенгарда представляют собой кольцо из стен, в центре которого находится башня Ордханг – Клык-гора на Синдорине. В нем стоял гарнизон Гондора и хранился один из палантиров. Долгое время Изенгард был пограничной крепостью Гондора, но с упадком могущества Гондора в Каллинардене Изенгард захватили дунланцы. И лишь в 2759 году глава Ордена Магов Саруман с большим войском, предоставленным ему гондорским наместником Берном, осадил и взял Изенгард, получив его в собственное владение. Хотя в начале правления Саруман проявлял доброту и щедрость Крохану и его народу, несомненно то, что впоследствии его разум был помрачен Сауроном и сосредоточился на их общей цели – найти единое кольцо, а также править и властвовать по своему усмотрению. Шпионы Сарумана ищут кольцо по всему Андуину, а сам он готовит армию из людей и орков, способную завоевать Средиземье для будущего властелина кольца. Но самое гнусное дело Сарумана – это выведение новой расы полуорков-полулюдей, которые не боятся солнечного света и фанатично преданы своему повелителю. Множество детей Рохана были похищены и доставлены в Изенгард для этих чудовищных опытов. Кроме того, Саруман завладел палантиром Ортханка и даже смог изготовить собственное волшебное кольцо. Сейчас Саруман готовится напасть на Рохан и захватить Хорнбург, а в Эриадоре его шпионы находятся в каждом селении. Основу армии Сарумана составляют полуорки – Урукха и дикари Дунланда, ненавидящие Рохиримов. Они вооружены луками, арбалетами, ятаганами, копьями и доспехами из подземных кузниц Изенгарда. Против конницы Рохана Саруман использует пикинеров и волчьих всадников. В общем-то, такова информация доступна нам по Изенгарду. И у нас нет ни одной причины не поучаствовать в гонке за владение всем Средиземьем и бросить вызов темному властелину, в конце концов, после того, как союз Рохана и Гондора будет повержен. Но мы собираемся достать и тех, кто на окраинах Средиземья, думаю, что их не постигнет печальная участь рабов Сарумана. Это Рун, это Гномы, это Дейл, который думает, что он запредельно далеко, это высшие эльфы, которые чают надежду уплыть на запад. Что ж, можем объявить начало нашей команды. Итак, Арда моя цель. Маргот. Сообщение из уст Саурона. Если вы решили встать на путь тьмы и поклялись в верности Саурону, преемнику Маргота, от вас требуется соблюдение простых правил, чтобы ваше темное служение Мордору принесло вам щедрые награды. Во-первых, используйте пакости, чтобы как можно больше навредить врагу. Но этого у нас предостаточно в арсенале. Во-вторых, преждевременный разрыв союзов с теми, кто присягнул в верности тьме Мелькора, помешает планам темного властелина по захвату Арды. Война темных фракций между собой возможна только тогда, когда будет уничтожена угроза мощного союза Гондора и Рохана. В-третьих, автоуправление лишь для праздных правителей, следующих голосу Черни. Старайтесь сами управлять своими землями, используйте все свои навыки в борьбе со светом и возглавляйте все свои битвы. Без вашего присутствия орки все равно имеют преимущество. И поэтому ваше... И поэтому... Ваше отсутствие на поле боя не будет считаться истинным показателем вашей верности. Наконец, использование палантира для слежения за войсками и поселениями врагов станет прямым вызовом могуществу Черного Властелина, чье око и только оно может прозревать туман войны. Стоит это взять на заметку. Чем чаще Саруман будет пользоваться палантиром, тем больше он будет злить Саурона. А ведь ему в конце концов нам и придется бросить вызов. Помните, по замыслу автора кампанию за тьму нужно проходить на средней сложности, а битвы на повышенность с неограниченным временем битвы. Эта модификация создавалась не для тех, кто любит выносить слабого противника, попивая чай. Автор предупреждает, что в этой игре вам не будет легко, возможно как победа, так и поражение. Все зависит от ваших умений правителя и полководца. Черный Властелин страстно жаждет сокрушения порабощения свободных народов Средиземья. Не разочаруйте его, ибо тогда сама смерть покажется вам желанной. Вот такое вот вступительное слово мы имеем. А еще очень много предостережений, так как этот мод, и мы уже по гондорской кампании в этом убедились, напичкан скриптами, которые способны превратить обычное легкое действие в компании 3H Total War 3.2 в очень сложное в компании за судьбу Средиземья. Твердыни неприступные. Война началась о беспощадной. В этой войне мы решим судьбу всего Средиземья, и горе будет тому, кто проиграет в ней. Зная это, все крупные поселения врага укрепляют оборону, усиливают свои гарнизоны, рассылают дозоры и выставляют часовых. Теперь не удастся захватить врага врасплох. Крупнейшие твердыни Средиземья стерегут мощные и хорошо экипированные гарнизоны, и нам придется дорого заплатить за каждую вражескую крепость. И это очень важная информация. Стоит помнить, что даже поселения, которые нам кажутся слабо укрепленными, и легкой мишенью охраняют теперь гарнизоны. Не удастся выбить из основных поселений войска, выманив гарнизон в чистое поле, так как осадить их все равно придется. Так как в этом моде создается один отряд, который будет присутствовать вне зависимости от любых условий в важном ключевом городе. Единственное, что нужно знать, это что за ключевые города. Что за важные города. Не стоит недооценивать противника, который может прислать к своему осажденному поселению дополнительные войска и ударить с тыла. Тогда наша осаждающая армия может оказаться между молотом гарнизона и наковальней с тыла. Чтобы победить врага на его территории, нам понадобятся мощные армии и вся ваша мудрость великого полководца. Ну и информация от наших соседей. Теодред, единственный сын короля Теодена и Надежда Рохана, пал в неравной битве при Изинских бродах. Когда его отец, король Теоден, стал подчиняться советам Грима Червеуста, Теодред взял на себя правление и возглавил атаку на Изинские броды. Взяв командование на себя, Теодред хотел напасть в Урукхай с тыла, но враги успели подготовиться. Во время битвы при Изинских бродах, поняв, что не выстоит, Теодред отправил гонца с просьбой о помощи в Эдарас. Узнав о подкреплении из Изингарда, сын короля приказал войскам отступать. Но войска Урукхай обошли и напали на Рохирим сзади. Эльфхельм, первый маршал Марки, получив послание Теодреда, пошел ему на помощь, но было слишком поздно. Теодред и его отряд пали. Они держались до последних сил, однако выстоять под натиском превосходящих сил Урукхайов было невозможно. Из-за этого род второй линии прервался, и следующим королем стал Эамир, двоюродный брат Теодреда. Что ж, Рохан скорбит о потере, мы же возрадуемся, потому что смогли убить наследника. Но нам предстоит еще много сделать против Рохана. Возрождать союзные фракции. Скрипт возрождения союзных фракций позволяет вам оживлять уничтоженные фракции, захватывая их бывшие столицы и удерживая при этом собственную стартовую столицу. Стоит отметить, что у Сарумана союз только на словах, потому что в душе он чает план захвата всего Средиземья, и сильные союзники для него это лишь инструмент войны против светлых сил. Но сильные союзники нам не нужны, хотя скрипт мы оставим. Разнообразие ради. Войны Рудаура. Могущество Сауронов Средиземья с каждым часом растет, ибо властелин Мордора собирает под свои черные знамена не только орков и гомбленов мглистого хребта, но и людей. Племена горцев, населяющие земли Рудаура, вновь готовы поднять оружие и встать под знамена Багрового Ока вместе с орками Севера. Было время, когда народ Рудаура сражался во имя Железной Короны Ангмара с Северными Королевствами Дунедайн, и тогда Рудаурские войны прославились по всему Северу своей яростью и жестокостью. Поэтому сейчас горцы с нетерпением ищут новых воинских подвигов, добычи и трофеев. И этим безрассудным воителям не важно, кто поведет их на войну, будь то Король Чернокнижник, либо сам Властелин Тьмы. Конечно же, мы согласны получить таких союзников, но в будущем и таких соперников. Играть ли нам с сообщениями о захвате столиц союзников и врагов? В случае, если фракция под руководством искусственного интеллекта теряет столицу, вы будете извещены о том особым сообщении, где будет указана, добрая или злая фракция его захватила. Да. Тень Востока Войска Мордора становятся все более и более многочисленными, ибо все новые и новые подкрепления, присягнувшие на верность Черному Властелину, устремляются к Черным Вратам, откликнувшись на зов Багрового Ока. За неприступными стенами Морана на Саурон собирает могучее воинство, готовое по повелению Властелина отправиться в последний поход, цель которого нести гибель и вечное рабство всему живому в Средиземье. И очень интересное сообщение касательно Назгулов. Наших первейших союзников, но и сильнейших противников. Назгул или Улаер, призрак кольца и самый ужасный слуга Саурона. Те, кто владел Девятью кольцами и обрели могущество, были правителями, витязями и чародеями. Стяжали они славу и великое богатство, но все это добро обернулось лихом. Казалось, они обрели бессмертие, но постепенно жизнь становилась им непереносима. Пожилая они, могли бы бродить незримыми, недоступными глазу существ поднебесного мира и зрить миры, непостижимые смертным. Но слишком часто зрели они лишь призраки и ловушки, сотворенные Сауроном. И один за другим, раньше или позже, что зависело от их воли, силы, от того добро или зло двигало им с самого начала. Они становились рабами своих колец, которые вдруг перестали давать им былое могущество и подпали под власть единого кольца всевластия, изощреннейшей ловушки Саурона. И сошли они в мир теней, назгулами стали они, призраками кольца, ужаснейшими слугами врага. Тьма следовала за ними и в криках был голос смерти. Назгула невозможно убить, а лишь рассеять на время. Пока цело кольцо всевластия, его рабы возродятся вновь, чтобы служить кольцу и его темному хозяину, владельцу семи и девяти. Назгулы это наши союзники и наши враги. И вот Гендальф Митрандер. У меня много имен в разных странах. Митрандер среди эльфов, Таркун среди гномов, юности, на давно забытом западе я был Оларином, на юге Инканус, на севере Гендальф, а на востоке я не бываю. Гендальф был одним из самых могущественных майар, и он не покинет Средиземье, пока не выполнит то, для чего был послан. Помочь свободным народам свергнуть тьму Мелькора и его темного слугу Саурона падшего майара. Скрипт Гендальф Митрандер создан автором в противовес скрипту Рабы Кольца. Гендальф придет на помощь Рохану при осаде Хельмовой Паде Ордо Изенгарда, а потом поскачет на помощь Гондору и будет сражаться с Тьмой Мордора и Изенгарда до тех пор, пока она угрожает Средиземью. Гендальф это наш злейший враг среди Светлых Сил. Будет ли у него возможность воевать с Мордором? Зависит от нас. Отпустим ли мы его? Дадим ли мы ему выжить? Или мы получим мощнейшего врага, с которым тяжело будет справиться? Все это покажет наша компания. Следующий наследник еще один скрипт этого мода. Повелитель, я дарю вам кольцо Изенгарда, перекованное в пламени Изенгарда самим Саруманом. Обладатель этого кольца получает способность убеждать и контролировать отдельных людей. Это кольцо надлежит вручать следующему по старшинству наследнику фракции, дабы с его помощью он укреплял свой авторитет среди подчиненных. И дипломатические отношения, которые показывают, что мы союзники всего зла и враги всего добра. Добро с добром дружит, зло со злом дружит и воюют друг с другом в таких огромных союзах. Со старта у нас четыре города, столица в Изенгарде. В Изенгарде же нам доступны к найму войска легкие и войска элиты, стражи Ордханка. Только ходов до получения следующей боевой единицы 31, так что придется потерпеть и подождать. Особенностью этого мода является то, что один ход равняется одному месяцу. То есть год это 12 ходов, поэтому время будет идти не быстро, а сейчас зима 319 года третьей эпохи и очень, очень скоро наступит эпоха людей, с которыми нам и предстоит бороться. Кто же правитель? Правитель владыка Саруман с тылой. У него есть трейты воевода Белой Длани, хозяин Палантира, позволяет ему использовать Палантир, посох Сарумана, плюс 2 к уважению 1 авторитета, к кольцо Изенгарда, которое мы сможем передавать, плюс 2 авторитет, плюс 1 жестокость, Крима, Гнилоуст, плюс 2 командования при штурме стен, плюс 50 точков строительства при осаде, плюс 1 командование в битве против Рохана и плюс 1 к личной безопасности. И Дунландский Крабан, плюс 15 к обзору. Ничего помогающего городу быстрее расти пока не вижу. Биография, плюс 8 к здоровью, плюс 4 к командованию, плюс 3 к жестокости, плюс 7 к верности, плюс 5 к постоянству, плюс 5 к авторитету и огромная прибавка к морали войск на поле боя, аж плюс 5. Саруман Белый когда-то был главой ордена магов, его задачей было помогать свободным народам Средиземья в борьбе против Саурона, не желая при этом власти для себя. Он мудрый, силен, но на почве зависти Гендальфу попал под влияние кольца, которое развратило его и фактически превратило в одного из своих слуг. Особая способность красноречия Сарумана пугает врага, повышая вражескую усталость. Правитель опять к морали, к личной безопасности, бездушный властитель, к жестокости, к влиятельности. Затем надежный командир, плюс 3 командования, слава блуд, плюс 2 к влиятельности, воин ночи, имеет отметины, плюс 3 к здоровью полководца. В общем-то не сидеть ему здесь, воевать ему. Первое, что должен сделать мудрый полководец, вступая в такую компанию, это, конечно же, сохраниться. Давайте первое сохранение нашей компании обозначим единицей. В общем-то армии у нас достаточно, но полный военный отчет я вам предоставлю со следующего хода. У нас есть один разведчик, которого мы отправим открывать ближайшие виды и окрестности Изенгарда. И мы видим два поселения Фольдбург и Генеарт. Да, если рассказать о наших врагах, то благодаря тому, что дикие племена Дунланда защищают нас с северо-запада, мы имеем в их лице щит от Эриадора и высших эльфов. Также, я думаю, орки мглистых гор не дадут эльфам высшим расслабиться. Какое-то время, безусловно. Поэтому открыт у нас только один фронт, это фронт против Рохана. Рохан и Изенгард это две живые противоположности пехота и кавалерия. На открытом поле боя у Изенгарда мало шансов против армии Рохана, но при осаде Изенгард явно выигрывает, если Рохан выставит недостаточно пехоты или забьет слоты кавалерии. Поэтому наша фишка в том, чтобы осаждать, действовать из засады и избегать открытого противостояния до того, как появятся в наших рядах пикинеры. Также не стоит забывать, что у нас есть слабость Гондора. Это Дальний Запад, куда Гондор вряд ли сможет отправить стоящее подкрепление, ну, разве что со стороны Дол Амрата. Да и Гондору будет не до того, потому что Мордор и Харат будут разрывать его на части. Кроме того, орками Мглистых Гор мы прикрыты частично и от лесных эльфов, расположенных на территории вблизи от морей и у подножья Мглистых Гор. Так, я вижу первую цель, возможность атаковать Гинаарт. Но, я не знаю, есть ли тут скрипт или нет его, давайте попробуем обезопасить себя на всякий случай. У нас есть, кстати, несколько отрядов, руководимых полководцами. Лурц, это один из основных полководцев. У него четыре звезды. Больше только у Сарумана, насколько я понимаю. нет, углук круче. Хм, не ожидал, если честно. Давайте отправим Лурца в качестве подкрепления к Генеарду на тот случай, если возле Генеарда подействует гарнизонный скрипт. Так, ну что, давайте посмотрим насчет экономики, что мы будем строить. у нас 6000 и по казне мы уходим в минус. Это плохо. Есть два варианта. Удариться в экономику или удариться в военную промышленность. Военные постройки, если так их можно назвать. Плац. Хорошая постройка, пока я строить ее не буду, давайте только осмотрим. Улучшает общественный порядок на 15%. Ускоряет найм пехоты и дает возможность нанимать берсеркеров. Берсеркеры очень важный юнит изенгарда. Он стоит в содержании всего 50 единиц. Иногда дешевле даже, чем некоторые снаги. Цена найма тоже невысока 440 единиц. Но здоровье 4, общая защита 7, атака аж 19 и натиск 13. Это наше основное ударное оружие, которое хорошо работает в натиске и хорошо работает на стенах, быстро уничтожая всех защитников. Поэтому чем быстрее мы построим плац, тем лучше будет. Но увы, сейчас у изенгарда проблема с финансами. Поэтому войска войсками, но если нет денег на их содержание и найм, увы, стоит выбирать прежде всего экономику. И опирается изенгард, на налоги, торговлю, торговые договоры нам нужно только заключать. Пошлем дипломата к нашим союзникам, думландцам и оркам в листы гор. Наверное, самое лучшее, что приносит прибыль здесь, это не дороги, не охотничий дом, шахты. а шахты 330. Так и есть. Хотя, жалко, ни у кого нет из наших полководцев трейдов, которые помогали бы увеличить прибыль. Наследник. И опять же, он лучший командир. Добыча от грабежа. Ого! Плюс 2 к влиятельности, плюс 5 боевому духу, жесток в сражении, имеет отметины. Да, они все хорошие командиры. Многообещающий, идеалист, палач. не боящийся крови. И при этом никто из них ничего не дает для города. Так, ну, с дипломатом мы решили отправляем его к нашим соседям торговать. Толсир это город, который мы можем развивать. И пока что из-за того, что мы уходим в жесткий минус, нам нужно выставить налоги на максимум. Не на самый максимум, нужно учитывать, чтобы не снижать постройки. Урочья харчевня, увеличение дохода и дает возможность нанимать лазутчиков. лазутчиков. Уроча хибара 51 дохода принесет, а тут всего 14 дохода принесет. Погодим пока с постройками в Толсире. лонд доэр 51 урожая. За 800 золотых получаем прибавку в 102. Тут у нас выбора нет, потому что дороги дадут еще меньшую прибавку. поэтому строим. Строим в экономику сейчас военную машину. Войско у нас есть. И, конечно же, нанимаем ребят, которые посидят на бесплатном содержании и освободят наших полководцев для более важного дела. К тому же ускоряют рост поселения, так что строим, строим. Налоги. Кстати, казна у нас 480 приход. Обычный. Давайте высокий. Тогда выставим. Здесь тоже прирост есть, поэтому можем поставить очень высокие налоги. И, таким образом, 667 золотых выценим. В итоге, но мы знаем, что есть поселение еще и фангорн, которое можем сохранить. Сейчас оно принадлежит ребелам. Отправляем туда углу к и саурона. И берем еще лучника. Только боюсь саурона не догнать. Не догнать нашего углу. рука. И можем приступать к осаде Геннаарда. К попытке точнее его захвата. Раз все у нас уже готово. Штурм. Я надеюсь к нам придут на помощь. Комендант Лурц приходит на помощь. Но да, в Геннаарде сработал гарнизонный скрипт и им добавили 5 отрядов копейщиков. Плюс 2 отряда кавалерии. 6 11 14 кавалерия сила. А вот копейщиков мы носу трем. Безусловно в этой битве лучше командовать самостоятельно. И вместо того, чтобы активно нападать, мы будем поначалу, я думаю, обороняться. Если враги выйдут из поселения и попытаются с нами сразиться. Что ж, стартуем. Это первая битва на первом ходу за Изенгард. Дорогие друзья, дорогие мои комментаторы, я попрошу вас стать моими военными и административными советниками. Насчет дипломатии мы пока знаем, мы в союзе и особо с ней проблем не будет. Ого, какая численность войск. Надо было, наверное, поменьше выставить в компании численность войск. Но тем эпичнее будут битвы. У нас все фактически 5-9 преимущество против кавалерии. Пугают противников вот эти вот посильнее, но ими можно закрывать битву. Так что, ребята, жду ваших комментариев, жду ваших отзывов и ваших советов. к нам на помощь движется лурц и у него есть воины, которые могут очень помочь. Так как у врага нет стрелков, я сразу сделаю что-то вроде засады для вражеских воинов. И буду подводить своих поближе. Вон, кавалерия уже начинает двигаться в нашем направлении. И первые лучники пусть стремятся на поле боя. Они здесь будут крайне важны. И пусть обязательно ускорятся. От того, как они сработают, будет очень многое зависеть. В общем-то остальные воины смогут отдохнуть уже по приходу. Можем ускорить время, дабы не ждать долго. Пять отрядов копейщиков. стоит это помнить. И два отряда кавалерии справиться с которой могут только наши стрелки. Ладно. Наверное, сделаем небольшую засаду и атакуем сначала кавалерию. По приходу лучников лучниками выманем кавалерию против копейщиков. отправим часть наших сил в обход. Нашим полководцем будем прикрывать. Хотя полководцы наверное разумнее использовать против кавалерии. Так как урукхай будут очень умело положить вражеских всадников. наше подкрепление пребывает. Многочисленное подкрепление. Сейчас поставлю на двоечку. Подведем еще ближе. И растянем ряды. Ох какие огромные армии. Это будет испытание для моего компьютера. Но надеюсь он с достоинством это испытание выдержит. Лурца поближе. Лучники. Лучников отправляем против вражеской кавалерии. Если мы истребим вражескую кавалерию, копейщики останутся для нас легкой добычей. Три отряда лучников их стоит объединить в один кулак. но не вместе с копейщиками а отдельно. Все остальное это наши мечники. Расположим их у входа. У выхода точнее из поселения. Отлично обстрел идет. А воинам нашим посоветую поторопиться. лучники пока не будут заходить. Можно даже зайти за спины. Будут стрелять навесными, которые менее эффективны. Кавалеристы пытаются сбежать с поля боя. и 1% врага уже умершлен. Возможно для увеличения урона даже стоит приказать им стрелять огненными стрелами. 3% мертвых врагов. Замечательно. Закрываем этот проход для кавалерии. И продолжаем огонь. Можно даже подвести поближе. Отсюда доступа у врагов не будет. А проход если что мы закроем тоже. И тогда подведем в лоб чтобы могли стрелять. кавалерия решила выбраться с другой стороны. Хотя почему почему бы и нет. Вполне может наш полководец протанковать. Самое главное не дать вражеской кавалерии разгона. Копейщики против копейщиков. один отряд мечников отправляем и полководца надоедания. Так переводим. Враг реагирует очень правильно. Нет не этих эти пусть стреляют. Переводим копейщиков. Хотя в общем-то вряд ли они уже успеют сюда. Идет борьба с вражеской кавалерией и мы в общем-то пока эту борьбу выигрываем. против ополчения эрлингов лучше направить наших мечников а копейщиками отойти. У эрлингов мало шансов. Здесь идет перекрестный огонь и навесными можем атаковать кавалерию. Уходят в сторону наших мечников. Погиб вражеский полководец. Это удача. Хотя стоит следить и за жизненными показателями нашего полководца. Ополчение бежит но догонять у нас их нет возможности. Можем просто отойти и дать возможность лучникам стрелять ненавистными. Хотя вот тут вот так кучкуется знатно что сюда грех не бросить пару стрел. 1% наших против 30% врага и отправляем мечников в поселение. Хотя можно подождать. Давайте подождем пока наши лучники справятся выстреляют все запасы стрел. устали очень устали плохо возвращаем и отводим наших лучников в атаку урукхай отлично еще и с той стороны где у врага нет щитов правда обстрел происходит с той стороны где щиты есть и враги сломлены убегая в панике они оставляют своих собратьев отправим зажимать пару отрядов со спины чтобы превратить эту панику в массовое бегство что ж теперь 3% мы потеряли 55% потерял враг больше половины трупов среди воинов рохана это нас устраивает и от кавалерии врага практически ничего не осталось немного копейщиков так кого бьем в спину кавалерию наверное пока она не успела развернуться заодно заденем и копейщиков пока смута в рядах наши лучники выстреливают свои стрелы и идем в лобовую атаку в лобовую по флангам где как будет получаться нашего полководца переведем нужно будет четко уловить момент когда дать приказ лучникам прекратить огонь наверное в районе 80% павших врагов будем отдавать данный приказ 78 79 80 так теперь мы не добьемся желаемого результата обстрелом пойдет только урон нашим и все что остается это приказать въедаться в противника выгрызать дыры в его защите атаковать и уничтожать гарнизонный скрипт не поможет вам друзья защититься от набега урукхаев мы не боимся дневного света и готовы сражаться за амбиции нашего властелина сарумана сарумана саурона 4% на 91% счет меня устраивает в общем-то мои генералы живы а это самое главное что ж атакуем копейщик копейщика в общем-то ударим спину и на этом атака закончится 3% врага осталось защищать генеарт от урукхаев атаку наш но нам важно не столько поселения которое тоже безусловно имеет значение для нашей казны сколько переправа возле которой это поселение находится так как на переправе легче всего сдерживать руханских всадников убито врагов 99 все 100% остались жалкий десяток жалкая пятерка врагов уже двойка и последний повержен да возрадуются урукхаи своей победе белая длань теперь станет основным символом генеарда и да не отдадим мы его никогда 2000 орков против 925 воинов рохана и мы победили генеарда пал и теперь это наша твердыня так так ждем денежку в нашу казну занять уничтожить жителей награбить 41 награбить 34 награбить 16 занять жители будут рабами не гоже уничтожать ценный рабский ресурс учитывая что их дети пойдут на испытания может получим новых улучшенных уруков урукхаев точнее так щит рахирима плюс 2 к здоровью газрат получает человеческая голова плюс 1 общественное счастье что человеку мерзость торгу счастье колода для рубки мяса руки и ноги зачем они им теперь плюс 1 к порядку плюс 1 к авторитету генеард роханский проход роханский проход известный также как проход каленардана являлся открытым пространством лежащим между горными цепями мглистого хребта и белых гор через него протекают реки изен и адорн служащие естественным естественными границами нынешнего королевства рохан по проходу идет древний серый тракт соединяющий гондор с арнором северную оконечность прохода стережет крепость ангриност теперешний изенгард ландшафт луга специальные отряды застрельщики марки секироносцы марки возможность созывать местное ополчение во время осады увы они эту возможность использовали и теперь вряд ли смогут ей воспользоваться снова но за ними следующий ход будет давайте откроем те места которые роханцы могут использовать в качестве удара крепость адорн ее тоже следует захватить возможность создавать местное ополчение во время осады ой какие какие города тяжелые для захвата будут однако же 90 золотых а содержание сколько содержание 50 60 цена найма 110 давайте нанимать этих ребят о постройках экономических на какое-то время придется забыть зато на помощь к нам придут три полководца из разных поселений доступность наемников проверяю нет наемников нет что ж военный отчет как я и обещал предоставлю на следующем ходу и в следующей серии а вы ребята мои военные административные советники оставляйте ваши мысли ваши идеи и на них я буду опираться во время своего прохождения уже чуть-чуть поправили 789 составит прибыль и 5520 доходы с каждым новым поселением эта прибыль будет расти а поселение мы будем продолжать захватывать до следующих видео и удачи вам дорогие друзья